Девушки отдыхают Мы говорили о баркэмпе, который состоялся в июне 2017 года. Вот у нас такая ежегодная традиция новая. А нынче уже который будет баркэмп в Кирове? Третий раз, да, мы будем уже проводить баркэмп. Наши коллеги в Сыктывкаре уже делают его в седьмой раз. Я надеюсь, что в Кирове мы тоже будем делать когда-нибудь его в седьмой раз. То есть это будет прям наша такая традиция, которая будет всех нас так объединять, сплочать. Ну, коллеги из Коми, они, видимо, и вдохновили наших активистов на то, чтобы и у нас проводить такие мероприятия. И помогают тоже при организации, то есть вообще во всех смыслах. То есть у нас даже в этом году общая тема. Диджитал-миграция, бегство от реальности или реальные изменения. Вот у нас будет тема на два города одна. Мы будем говорить про технологии для гражданских активистов. Будем говорить про большие данные, как общаться в цифровой среде. И вообще как технологии влияют на права человека. Мы пригласили очень таких классных, интересных спикеров. Так, мы поскакали, поскакали. Да, поскакали. Давайте все-таки для начала предлагаю ввести людей в курс дела и в нескольких словах все-таки рассказать о том, что вообще такое Баркэмп. Мы это делаем ежегодно. Еще раз напомним. Главный интеллектуальный форум этого лета. Вот, ни много ни мало. Именно так заявляется, да. Да, или неформальная гражданская конференция для гражданских как раз активистов. Вообще названий таких альтернативных очень много. Но для меня это такой интеллектуальный пикник. Вчера меня тоже спросили, что такое для меня Баркэмп. И я сказала, что когда я делаю Баркэмп, я надеюсь, что это чье-то место силы. То есть, да, вот мы приходим, не знаю, в музей, приезжаем в какой-то город и говорим, вот это мое место силы, оно дает мне какое-то вдохновение, да. Вот, я надеюсь, что Баркэмп это место силы для кировских активистов, которое дается какие-то новые знакомства, новые механики. И, я не знаю, показывает какую-то альтернативную точку зрения, и человек начинает как-то мыслить по-другому или, я не знаю, в другом направлении. Ну, в общем, как-то его так обновляет, что ли. Ну, действительно, мне очень нравится, как вы описали это событие, совершенно, мне кажется, доступным и понятным языком. Хотелось бы просто озвучить, как вы это обозначаете в официальном пресс-релизе, написанном неофициальным языком. Потому что с каждым годом все больше людей принимает участие в Баркэмпе. Надо сказать, что это не какая-то закрытая профессиональная тусовка. Конечно, да. Вы туда приглашаете всех, двери открыты. Двери открыты, вход свободный, бесплатный, мы не берем никаких денег. Мы даже более того, что привозим туда людей на бесплатном автобусе. И наша цель не собрать какую-то такую свою, знаете, тусовку гражданских активистов. Потому что, ну, на самом деле, они все друг друга знают. И так тусуются. Да, они и так тусуются, они могут встретиться и без нас. Для нас, наверное, какая-то миссия, это как бы расширить эту аудиторию гражданских активистов. То есть, чтобы их стало больше, просто какой-то обыватель, например, приехал к нам на Баркэмп, о, у вас там выступает, например, вот такой-то известный спикер, о, я к вам приеду. Он там знакомится с другим активистом, он попадает в какой-то проект. И вот начинается вот это взаимодействие. И человек уже, он не обыватель, он уже влияет как-то на ситуацию в городе, например, присоединяется к какому-то проекту по благоустройству. И, не знаю, вот у нас красивые бордюры, удобные, их вообще нет. Потому что, ну, это не всегда удобно. Ну, на самом деле, так и есть. И, собственно говоря, программу вы составляете, исходя из пожеланий участников прошлых Баркэмпов или тех, кто находит информацию в сети и сам заявляет какие-то темы. При этом люди, которые обсуждают возможную программу Баркэмпа, имеют возможность сами предложить и собственное тоже выступление, если есть что сказать по существу. И если есть, под какие флаги встать, я имею в виду про проект, а не про партии, сразу говорю. Да, у нас вот был, да, такой вот сейчас случай как раз, что человек хотел тоже рассказать, но, к сожалению, он был от партии, и мы были вынуждены отказать, потому что Баркэмп это абсолютно политическое такое мероприятие. Мы туда, мы как бы рады, чтобы приходили к нам политики, но выступать, к сожалению, нельзя. А в футболке, например, с символикой какой-то партии можно на Баркэмп заявиться? Нет, я думаю, что мы не против будем, точно не выгодно. Но лишь бы он молчал. Ну, просто чтобы как-то, ну, в общем, вел себя толерантно по отношению к нам, потому что это наша позиция, и мы, в общем, против, чтобы какие-то были политические лозунги у нас. Итак, Баркэмп — это большой пикник за городом, где его участники слушают лекции, участвуют в дискуссиях и мастер-классах, отдыхают на природе, вырабатывают совместные решения, устанавливают контакты. И это такое, между прочим, планирование на весь последующий год, вот как раз что касается проектной деятельности в рамках города или региона, а может быть и страны, потому что приезжают туда и эксперты, и спикеры, и активисты со всей России. И туда приезжают. И дальше, кстати говоря, нынче у нас Баркэмп перед Сыктывкарским, а обычно бывало наоборот. То есть в Сыктывкаре через месяц он будет, и наверняка мы там встретимся с кем-то, кого увидим в Кирове, а еще и с новыми людьми. И хотелось бы сразу тогда, вы заговорили, Даш, о спикерах, которые вы сейчас уже приглашаете. Я думаю, что имеет смысл начать рассказывать о том, а кто же уже приедет под это название для многих непонятной диджитал-миграции и прочее. Дайте простыми словами будем говорить. Все-таки использование современных электронных технологий для того, чтобы продвигать и развивать свои проекты, да? Для того, чтобы собирать мнения, для того, чтобы осуществлять краумфандинг, я не знаю, для того, чтобы много чего делать, поскольку все сейчас общаются в интернете, и интернет значительно ускоряет процессы, в том числе и в активистской деятельности. Так, кого мы ожидаем? Ну, сначала хотела сказать по поводу диджитал-миграции, то есть, потому что, да, вы правильно, Светлана, сказали... Цифровая иммиграция. Да, цифровая, да, все правильно. Вот вы говорите, потому что, да, кто-то не понимает, но мы очень удивляемся, потому что вроде слово диджитал, оно сейчас просто, я не знаю, во всех слоях нашего общения, вообще везде есть. Кто к нам приедет? Вообще у нас в этом году, наверное, если так можно сказать, но, в общем, более такие звездные, что ли, спикеры, вот, сейчас очень актуальны блокировки в интернете, да, Телеграм, тоже выходит новый законопроект о том, что будут блокировать интернет-ресурсы, о том, когда там будет информация о человеке, ну, плохая висеть, не помню символ этого, ой. В общем, если что-то о человеке написали нехорошее, то человек якобы будет иметь право потребовать, чтобы эту информацию удалили из сети. И как раз к нам приедет юрист такого проекта, как он называется, Роском Свобода, Саркис Дарбинян, вот, я думаю, что мы его в следующем эфире к нам тоже подключим, он очень такой активный, классный, я не знаю, мне кажется, что вот кто занимается как раз гражданским активистом, все знают его, потому что вот как раз в Москве, в Питере, по-моему, были протесты за свободный интернет в начале мая, и как раз вот Саркис очень круто выступал со сцены, говоря про свободу слова, свободу интернета, и вот как раз он к нам приедет, будет рассказывать тоже про наши права, и мы с ним запустим тоже дискуссию про блокировки в интернете, потому что это на самом деле, ну, очень такая важная штука. А в чем тут может быть дискуссия, я немножко напоминаю. Блокировать или не блокировать, за или против? Да, однозначно против. Ну, конечно, против, но... Интернет был полностью свободен. Можно обсудить, как это... Это вот уже одна позиция. Да, мы уже начали дискутировать. Можно объяснить людям, как это отстоять свое право, чтобы, например, не блокировали. Мы сейчас знаем, что очень много людей подписались о том, чтобы не блокировать Телеграм, не только людей, а вообще очень много общественных организаций. Но, знаете, это вот у вас такая клевая, вроде бы такая свободная позиция, но есть люди, которые, например, против Телеграма, да, или там, ну, против какой-то информации в интернете, и, в принципе, их тоже можно понять. Вот, я не знаю, можно ли найти тут какой-то консенсус, но я думаю, что как раз на Баркэмпе мы его попробуем найти. Вот. Ну, и в тему тоже право. К нам приедет снова адвокат команды 29. В прошлом году он не приезжал, Евгений Смирнов, но команды 29 было очень много вчера в прошлогоднем Баркэмпе. Ее представители были неоднократно в нашем эфире, да, питерские ребята. Да, очень тоже классные. И Евгений также еще проведет мастер-класс по цифровой безопасности, то есть как себя защитить от всевозможных каких-то, я не знаю, чтобы к вам в ноутбук не попали, в телефон, там, я не знаю, как поставить какой-то определенный пароль, как зашифровать письмо по электронной почте. То есть это очень круто, очень важно. Вот. Также к нам приедет представитель Левада-центра, социолог, кандидат социологических наук Карина Пипе. Вот, она, ее тема выступления называется «Общественное мнение в России. Границы понимания и доверия». Вот, она будет рассказывать, как они вообще проводят исследования и какие-то результаты его представят. Вот. Сейчас мы должны будем прерваться на короткий перерыв. Вот эта часть, которую сейчас Даша описала, она касается гражданских свобод и гражданских институтов. Это такая глобальная, серьезная тема, которая всегда обсуждается во всем мире. И она, конечно же, безусловно, имеет прикладное значение к нашей жизни, но пока, поскольку это будет обсуждение, в области теории мы будем находиться. Мы обещали, что у нас будет еще и тема, которая имеет практическое применение прямо сейчас в области благотворительности и гражданского активизма. Они действительно тоже будут. Мы поговорим об этих спикерах и об этих темах после короткого перерыва. В Кирове пройдет третий по счету Баркэмп. Мы озвучивали даты или еще не озвучивали? Это будет 16 и 17 июня. Это будут выходные. Да. Серединка первого летнего месяца. Да, на базе Порошино. Очень близко к городу. Благоустроенная площадка. Очень близко. Можно добраться и на автобусе, который специально будет организован. И своим ходом будет организован. Вот сейчас мы попросим нашего редактора Анну Лупшину набирать еще специалистов и спикеров, которые приедут на Баркэмп со своими проектами. А пока мы набираем наших коллег, то мы озвучим еще несколько спикеров, которые приедут на этот Баркэмп. В частности, приедет представитель прекрасного совершенно сайта, замглавного редактора сайта «Такие дела». Люди, которые занимаются волонтерской деятельностью и благотворительностью, безусловно, знают эту ведущую платформу, интернет-платформу, приедет Владимир Шведов. И он будет говорить с представителями НКО по тому, как взаимодействовать со СМИ. А его руководитель, я цитирую сейчас ваш пресс-релиз, «Образовательное направление фонда «Нужна помощь»» Ирина Евдокимова расскажет о волонтерском фандрайзинге, когда любой желающий может собрать деньги в пользу некоммерческой организации. Ну, мне кажется, я не знаю, имеет ли смысл рассказывать, что такое «Такие дела», потому что... Как оказалось, имеет на самом деле. Да, но тогда в двух словах. Я знаю, что у нас есть сейчас спикер, мы попросим его подождать на телефоне. Итак, «Такие дела»? «Такие дела» — это... Их лозунг «Вернем в журналистику человека», да? То есть они, наверное, такие самые... Самое такое главное медиа, которое умеет рассказывать истории. Вот. И делает это настолько круто, что эти истории привлекают настолько много денег для НКО, фондов и вообще общественных организаций, что это самое главное медиа о некоммерческом таком секторе. Вот. И они не просто как бы работают в России, и они умеют работать, умеют привлекать средства. И мне кажется, что каждый их кейс нужно просто, я не знаю, разобрать, выучить и начинать применять. Но не все это делают. Да. Если кто-то еще не заходил на сайт «Такие дела», сделайте это, потому что... Ну, это очень близки к многим темам, потому что сбор средств осуществляется через истории людей, которые имеют очень серьезные заболевания, да, трудноизлечимые, люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. То есть все, что касается малозащищенных так называемых слоев населения, и каждого из нас, кому не безразлична эта тема, и который в этой теме уже участвует или желает поучаствовать. Кто у нас на связи? У нас на связи одна из участниц будущего Баркэмпа, это заместитель редактора проекта «Теплиц социальных технологий» Наталья Баранова. Наталья, добрый день. Коллеги, добрый день. Да, добрый день. Наташа, очень приятно слышать. Очень приятно. Занимно. Да, раз уж мы озвучили это слово сочетание. Наконец-то домой вернетесь. «Теплица социальных технологий» сказала «Говори Бен». Давайте поясним, что такое «Теплица социальных технологий», а потом уже непосредственно о вашем участии в Баркэмпе. «Теплица» — это образовательный проект, который знакомит активистов, представителей благотворительных фондов с IT-специалистами. То есть мы хотим их познакомить и сделать так, чтобы вместе они могли создавать крутые гражданские приложения, которые, соответственно, будут решать социальные проблемы. Например? Например, сервисы, которые помогают найти бездомных животных. Онлайн-сервисы, например. Проблема актуальная. Человек может оставить заявку, анкету животного, и там будут найдены волонтеры и люди, которые смогут помочь. Какие еще у вас успехи за это время? Потому что мы внимательно, конечно, следим через соцсети «Затеплица». Какие еще примеры вы можете привести? Например, весной мы проводили хакатон в Петербурге и работали с открытыми данными НКО. Победитель хакатона, например, сервис, интерактивная карта, анализы ДТП. Активисты проанализировали данные ГИБДД, занесли их на карту и выяснили, что эта вся информация помогла понять, на каких участках дорог не хватает простых знаков. То есть тут пример в том, как информация может помогать решать проблемы за счет установки знаков просто на участке дороги, который очень неизвим. А, ну просто изучалась карта города на предмет самых аварийных перекрестков, пешеходных переходов, да, это в том числе, где больше всего происходят данные инцидентов. Это очень важно, потому что в этом году в Кирове продолжится установка знаков, которых категорически не хватает, об этом сами говорят. И светофоров. И светофоров. И недавно состоялось совещание в администрации города по новому плану развития дорожной сети, которая в том числе и знаки себя включает. И вот здесь активистам, конечно, флаг в руки. У нас только одна пока рабочая группа, которая что-то контролирует в этом городе, это по ремонту дорог. Возможность сложится благодаря вот этой технологии и обмену опытом другая активистская группа, которая поможет городским властям правильно формировать новую дорожную карту этого города, да, и вообще всей системы дорожного движения. А я вот даже хочу спросить, тут Наталья приедет рассказывать, да, о том, как объединить вот этих неравнодушных граждан и айтишников. У нас есть база-то, кому это рассказывать? Найдем. Или Наталья с собой привезет. Мы его сейчас приглашаем. Нет, мы его сейчас приглашаем. Спасибо большое, Наташа, за комментарии. Продолжаем разговор с Дарьей Ананевой. И пока мы набираем следующего нашего спикера, расскажем о том, о чем будет говорить руководитель НКО, бременские консультанты Андрей Миссюрев. Вот у Андрея очень интересная тема. Он ее назвал так. Что создает доверие в мире черного зеркала? Андрей вообще занимается, если так можно правильно сказать, дизайном сайта, но не в том плане, как мы с вами привыкли употреблять слово дизайн. Дизайн – это какая-то проектировка, составление какого-то плана, как это все будет смотреться. И как раз в бременских консультантах они помогают некоммерческим организациям создавать очень удобные, понятные для пользователей сайты. То есть, например, они 7 на 7 делали сайт, и сейчас тоже ждем новый от них сайт. Как раз Андрей будет рассказывать о том, какие элементы в сайтах или в социальных сетях создадут доверие у пользователей, чтобы, например… Сцепляют человека, да? Да, сцепляют, да. Заставляют, сподвигают его остаться здесь, поучаствовать. Да, хороший дизайн для хороших инициатив. Это то, чего нам не хватает сейчас для проекта. Как где-то только не хватает. Вот как раз. И тогда я просто хочу сказать, что не только активистов ждем, мы ждем и чиновников, которые в этой работе участвуют, потому что все-таки сейчас все больше и больше прислушиваются к активистам, учитывают мнение граждан, с горожанами работают. Это вполне себе тема для чиновников городской администрации и правительственных чиновников тоже. Да ведь? Там, по-моему, несколько другая история. Они еще не подошли к тому, что надо быть этим. Кто не подошел? Ну, это чиновники в основной своей массе. Мы их приглашаем сейчас через эфир. Это совершенно, товарищи, ваша тема. Вот как минимум раздел Киров меняется, нуждается в хорошем дизайне для хороших инициатив. А уж когда будет хороший дизайн, хорошее наполнение, тогда можно будет подумать о том, что почему кронфайдингом тем же самым не заняться на осуществлении таких хороших перспектив активных. Еще один спикер у нас на связи. Руководитель образовательного направления фонда «Нужна помощь». Это Ирина Евдокимова. Добрый день. Вы в прямом эфире. Город Киров вас приветствует. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ждем вас на Баркэмп в середине июня. И вот такой анонс сегодня, большую программу делаем. Расскажите, пожалуйста, с чем вы едете и чему будет посвящено ваше выступление. Мое выступление будет посвящено доверию к благотворительности в интернете. Я представляю фонд «Нужна помощь». И этот фонд, мы говорим, что мы развиваем системную благотворительность в России в противовес адресной помощи. И делаем несколько вещей. Самое известное, о чем все знают, мы собираем деньги некоммерческим организациям, которые оказывают как раз системную помощь своим благополучателям. И пишем через портал такие дела. Но это не все. Кроме того, мы проводим исследования сектора благотворительности, в том числе исследования зарплат и прочих административных расходов. У нас есть свое издательство. И вот как раз та программа, которую я руковожу, она называется «Благотворительные индустрии». Мы ездим в регионы и обучаем там как раз представителей некоммерческих организаций и социальных журналистов тому, как им быть более эффективными, а как некоммерческим организациям быть более устойчивыми. Потому что понятно, что их больше всего интересует финансово устойчивость. И как социальным журналистам писать на социальные проблемы и устраивать это в советске своего издания. Все предельно ясно. Спасибо большое, Ирина Евдокимова, руководитель образовательного направления фонда «Нужна помощь». Я вот сейчас уже сижу и думаю, как же придется разрываться между... и осуществлять выбор, потому что потрясающий совершенно гости и спикеры. Выступления будут проходить одновременно, да? Да, нужно все. Будет две площадки одновременно работать, и нужно будет расставить правильно приоритеты. Когда мы уже опубликуем нашу программу, это будет примерно где-то за неделю, за полторы. Нужно будет правильно каждому расставить приоритет, куда он хочет пойти, и там уже решить. Ну, конечно, мне кажется, что нужна помощь, такие дела. Это, конечно, такие хедлайнеры, что ли, баркэмпы. То есть это, я не знаю, наверное, их проезд очень важен для нас. Когда приезжал осенью тоже представитель таких дел Сергей Карпов, он рассказывал тоже про спецпроекты в НКО. Тоже это было просто потрясающее выступление, и очень было много людей. То есть мы поняли, что когда мы делали такую встречу, то люди хотят их слушать и хотят у них учиться. То есть вот, приходите учись. Кстати, я тут хочу все-таки акцентировать внимание. Мы вот уже полчаса почти говорим, и все время НКО, НКО звучит. Я думаю, что у простых слушателей создается впечатление, что это не для них, в общем-то, что-то такое. Тут НКО, НКО. Давайте это разберем поподробнее после рекламы. Давайте. Давайте. Реклама сейчас. Продолжаем разговор с Дарьей Ананиной. Ананьевой. Даша, прости, пожалуйста. Семья, я ведь, да, хорошо. А у нас многообразие фамилий таких, да, на вятке. И Ананьевой, и Ананина все есть. Я причем все время, каждый раз тут же пугаюсь и исправляюсь. То, что я уже знаю, да. Организатор баркэмпа в Кирове пройдет этот интеллектуальный форум для всех, кому небезразлична жизнь в этом городе. Кто в нем живет, жить собирается и благоустроит, приезжать собирается, но все равно стремится к благоустроенной, хорошей, правильной, понятной и счастливой жизни. 16-17 июня на базе Порошина. И подробности о том, как туда добраться, потому что будет организован автобус, мы попозже в новостях изложим и в соцсетях. А нет, можем сейчас. 16 июня в 11.00 вы можете прийти на театральную площадь и приземлиться в бесплатном автобусе и отправиться туда. Да, от драмтеатра. От драмтеатра. А что, разрешают еще с театральной площади отправлять автобусы? А то у нас тут запретили в детские лагеря автобусы с театралки отправлять. Володь, правда. С чем это связано? Кому-то показалось, что детишке в какой-то опасности? Еще в прошлом году была эта тема, а в этом году прям вот запретили. Недавно было родительское собрание. Нет, ну мы на парковке, то есть там приедет автобус, он простоит там буквально 10-20 минут, и люди загрузятся и уедут. То есть туда как заезжать никуда не будет. Ну если место точно будет театральная площадь, автоперевозчик ничего не сказал по этому поводу, так что думаю, что будет все нормально, но если нет, то мы всех оповестим. Ну раз уж мы эту сторону затронули, что с собой брать? Воду, еду, средства от комаров? Да, первое, берем средства от комаров, это самое главное, потому что порошенный это лес. Мы рекомендуем взять с собой теплые вещи, потому что вечер, лето, будет прохладно, будет, конечно, общий костер, но все равно теплые вещи, это прям масс-хэв такой, да. Баркэмп это двухдневное мероприятие, да, и мы на территории организуем палаточный лагерь, то есть вы можете не уезжать домой, остаться прямо там ночевать, то есть взять с собой палатку, пенку, там, не знаю, одеяло, спальный мешок и остаться вместе с нами. Будет до ночи очень классная культурная программа, вместе с нами отдыхать и в следующий день снова приступить к лекциям, к умному такому отдыху, вот. Что мы еще рекомендуем с собой взять? Деньги. Ну, можно взять с собой, да, какие-то деньги, можно взять с собой еду, потому что будет, да, огонь, можно на нем приготовить, будет пища, но на территории Порошина есть кафе, есть магазин. Не, ну можно тут не рассказывать подробно, я думаю, что многие все знакомы с тем, что... Я задавала в прошлые годы эти вопросы насчет девушек. Потому что до этого была действительно очень такая проблема, потому что мы сами привозили там человека, который готовил плов, но не все едят мясо, например, или не все любят плов, да, то есть что им делать? У нас на ветке не все едят мясо. Да, и все больше и больше таких людей. Да, вот, и поэтому проблема с питанием, это на самом деле очень такой часто задаваемый вопрос, поэтому на территории есть кафе, цены там минимальные, есть магазин, можно приготовить себе еду, будет кипяток, будет вода. Да, и вот здесь важный вопрос возникает, в каком состоянии эту территорию участники баркэмпа оставят после себя, потому что вот отходы, которые вырабатывает население, в том числе и баркэмпа, и как они утилизируются и вывозятся, это очень важный вопрос. Но я просто сейчас подвожу к тому, что у нас на связи Ирина Власова, медиа-координатор проекта «Ноль отходов», представитель «Гринпис Россия». Ирина, добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И вы будете представлять успешные онлайн-компании, которые касаются именно чего? Вообще, в любых инициатив или конкретных? Да, я буду рассказывать не про все онлайн-компании «Гринпис», а только про проект, которым сейчас занимаюсь. Он называется «Пакет. Спасибо. Нет». Поподробнее. Пакет «Знак вопроса. Спасибо. Нет». Да. Ага. Простите, забил, да, продолжайте. Да, я хотела сказать, что, собственно, проект про проблему пластиковых пакетов. Мы запустили его в ноябре прошлого года и призываем супермаркеты отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов, заменить их на многоразовую альтернативу, потому что это очень серьезная проблема. И у нас в России образуется порядка 26,5 миллиардов пакетов в год, то есть примерно 181 пакет на человека. Пакеты практически не перерабатываются, попадают в природу, загрязняют реки, моря и животные принимают их за еду и, к сожалению, погибают. Поэтому мы запустили такой проект, и я буду рассказывать про то, как мы его ведем в онлайне. А положительные итоги, подытоги этого проекта уже есть? Есть конкретные магазины, которые отказались от неразлагающегося пластика? У нас, да, у нас уже есть успехи. Самый крупный случился как раз в ноябре прошлого года, прямо сразу после запуска проекта. Это Ашан, очень крупный супермаркет в России. Он отказался от раздачи бесплатных пластиковых пакетов у себя на кассах. И они стали платными, что ли? Да, сейчас все пакеты платные. Это, конечно, не решение. Мы понимаем, что можно двигаться дальше и полностью от них отказаться, но это некий такой этап, очень важный был. И мы надеемся, что Ашан продолжит дальше работать в направлении отказа от пакетов и сможет заменить их многоразовыми альтернативами. Да, но это вынуждают просто платные пакеты, когда ты думаешь уже не о том, как обидеться на супермаркет, что он тебе бесплатный пакет выдает, а просто взять с собой сумку многоразовую и с ней ходить в супермаркет. И плюс появляются там, например, в маркетах эко-пакеты, да, вот эти вот вещи. Бумажные. Это наталкивает прежде всего нас, покупателей, на правильное поведение, да, для того, чтобы мы задумывались о том, чтобы вот не скапливать огромное количество пластика, которое уже на дне Мариинской впадине накапливается. А я вам даже там предлагаю, не знаю, хендмейд-мастер-класс устроить по изготовлению каких-то таких интересов. Ты сам предлагаешь провести? Не, ну я, конечно, могу вспомнить детство, там, уроки плетения. А войску? Конечно. Мы будем разыгрывать там многоразовые сумки, например, с символикой баркэмпа. Хорошая идея, спасибо. Да, а что касается онлайн-компаний, то есть каким образом, хотя бы примерно, там, в нескольких фразах, каким образом онлайн-компания, например, повлияла, например, на Ашан? То есть вы же не пришли Ашан пикетировать, да, вы использовали интернет? Ну, не буду говорить конкретно про Ашан, но когда мы только запустили нашу компанию, у нас появилась такая некая петиционная страница, на которой каждый человек может отправить письмо крупнейшим ритейлерам с предложением отказаться от пластиковых пакетов. То есть, условно, люди заходят на эту страницу, подписывают письмо, и оно автоматически отправляется на почты электронные всем крупнейшим супермаркетам. Они их получают и видят, ну, насколько, в общем, много людей поддерживают эту инициативу, переживают по этому поводу, ну, они видят мнение своих покупателей, и это очень важно. Сейчас уже эти письма отправило 95 тысяч человек со всей России, это достаточно много, и мы видим, что это давление, оно работает на самом деле, потому что, ну, помимо Ашана сейчас от пакетов от бесплатных отказался вкусвилл, это московская сеть магазинов «Спар», и совсем недавно еще «Азбука вкуса», это такая сеть премиум супермаркетов, которая работает в Москве и Петербурге. Из того, что вы сказали, Ирина, я делаю вывод, что самое активное в этом отношении, там, в сфере экологии жизни, да, и какой-то устойчивости развития, вот в этой, здесь, москвичи, да, жители крупных городов, европейской части, пока что? Сложно сказать, потому что подписывают люди из всех городов, понятно, что у нас, например, самая крупная сейчас, самая крупная сеть, это X5 Retail Group, в которую входят магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», и мы понимаем, да, что «Пятерочка» есть вообще практически во всех регионах России, и люди видят эту проблему и тоже… А «Пятерочка» и «Магнит» пока не предпринимали каких-то действий, или у них там все хорошо? Ну, у них, по крайней мере, платный пакет. Да. Они, к сожалению, практически никак не реагируют на нашу компанию, мы с ними работаем, вот, да, у них нет бесплатных пакетов, но проблема все равно есть, нужно понимать, да, что поскольку X5 – это самая крупная сеть, они, соответственно, продают больше всего пакетов в России людям. Да, ну и они, собственно говоря, если бы они принимали какие-то решения, они бы стали хедлайнерами и могли бы повести за собой в этой части, да, могли бы стать передовиками, если бы приняли такое решение. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, может быть другая совершенно ситуация, когда небольшие сети начинают делать какие-то очень важные шаги, становятся пионерами, и за ними подтягиваются все остальные, просто видя, что это тренд, и что люди на него хорошо реагируют. Спасибо, Елена Власова, Greenpeace Россия, очень интересный проект, я думаю, что у нас много найдется людей, которые заинтересуются в этой истории. Ну, если с дочерними предприятиями X5, как-то, наверное, сложновато, потому что федеральная программа, но у нас ведь, как известно, есть свои крупные игроки на рынке продовольствия, вот хотелось бы, чтобы они прислушались тоже. Дело в том, что это не частная просто история, потому что развитие таких платформ, они всегда объединяют, они могут объединять разные платформы, и местные региональные, и даже муниципальные, а чем больше людей со всей страны будет об этом говорить, тем значимее событие будет происходить и в крупных тоже компаниях. Маленьким компаниям, конечно, сложно в этой истории конкурировать, они-то как раз стараются всякими вещами привлекать людей, я в УСИ, конечно, у нас пока не видела. Ну, а если идти дальше, то нужно призывать уже к тому, чтобы отказаться от стопроцентного практически упаковывания товаров. Упаковка полиэтиленовая, она тоже дает много мусора. Понимаешь, Володь, ну... Помните, как раньше, все было в развес. Видишь, как нас с тобой зацепило? 20 лет назад уже в Европе и в Америке практически все упаковывалось в бумажные пакеты, и, по крайней мере, точно можно было сделать выбор, и ты даже получал какую-то скидку, если ты берешь бумажные, например, а не пластиковый пакет. Давайте снова начнем ходить за сметаной, с бидонами, с молоком. Ты же помнишь, это все было у нас, да. С банками за пивом. Давайте ностальгируем. Да, тем более, товарищи, мусорная реформа у нас тут грядет. Это очень хорошая история, да, и здесь, на этой волне, действительно, можно платформу реализовать еще более эффективно, чем раньше. Так, мы сейчас рассказываем вам о Баркемпе, который пройдет 16-17 июня на территории Порошина. Где вы сможете лекции послушать, в мастер-классах поучаствовать, в дискуссию вступить и даже собственное выступление еще обозначить? Принимаете еще? Да, конечно, мы принимаем заявки на выступление, мы принимаем заявки также от волонтеров. Если вы хотите как-то помочь в организации, или вам просто интересно, как это все устроено, тоже можно к нам присоединиться. Где? Куда писать? Ищите нас по хэштегу Баркемп Вятка, без пробелов просто вбивайте Баркемп Вятка, сразу найдете либо наш сайт, либо группу ВКонтакте, либо на Фейсбуке, сразу же там можно будет найти форму, которую можно заполнить, можно просто написать мне, потому что я там тоже везде фигурирую, вот, и к нам присоединиться. Вот, ну и по поводу, кстати, мусора, мы, я вот вам гарантирую, потому что мы сделаем раздельный сбор, вот, потому что мы всегда это делали, вот, и потом его правильно утилизируем, вот, и я надеюсь, что мы, ну, я сама вообще никогда не беру пакеты, вот, и, кстати, по поводу игнорирования магнитом, я тоже у них подписывала петицию, и магнит, самое удивительное, он каждому человеку, который подписывает эту петицию, он отвечает, то есть они прям персональное письмо пишут, там, типа, здравствуйте, Дарья, мы приняли вашу заявку, мы ее там, мы пока не готовы отказаться от пластиковых этих пакетов, но, возможно, в будущем все станет лучше, как... Когда накопится критическая масса, что-то произойдет. Музыкальная составляющая будет на Баркэмпе, я помню, в прошлом году, и в позапрошлом выступали там. Да, в этом году у нас будет снова культурная программа, которая начнется в 21.00, сначала пройдет читка от театра на Спасковой, пока, да, пока не знаю, какая читка, но уже от них полное согласие есть. Они очень круто это делают. Да, они делают это очень круто, очень профессионально, и потом будет музыкальный концерт от местных групп, группы будут... У нас в этом году мы сотрудничаем с таким музыкантом, как Паша Мятный, Ручка Джококера или Чикамото, я не знаю, человек известен под тремя именами. Я хочу спросить нашего режиссера Дениса Князева. Денис, кивни, если ты знаешь этих людей. Да, Денис, он знает. Будет выступать группа «Операция «Алмазная бикини», группа «Курасао», и также еще будут две группы. То есть это будет очень классный музыкальный концерт, что-то будет под акустику, что-то под электроинструменты, то есть это будет такая разноплановая музыка. Все это будет до 12 часа ночи, то есть будет параллельно выступление, параллельно можно сидеть у костра, просто общаться. Вот, то есть как раз этот вот такой неформальный нетворкинг что-ли будет происходить. Вот, и мы вас всех ждем 16-17 июня в Порошино. Мы-то приедем. Да, мы-то приедем. Но мы, я думаю, еще посвятим, по крайней мере, одну-то программу точно посвятим большую, да, в июне уже непосредственно. И до и после, и я надеюсь, что, конечно, появится интервью и комментарии, и кто-то из спикеров приедет пораньше или попозже, побывает у нас в эфирах. Вообще замечательная совершенно программа. Я вижу, как год от года Баркэмп все усиливается и усиливается. И желаю, чтобы туда в этом году приехало как можно более конструктивных людей, которые вот всю информацию, которую там получат, все контакты, которые там завяжутся, используют наше общее благо. Спасибо Дарье Ананьево и организатору Баркэмпа. Еще раз 16-18 июня он пройдет. Хэштег Баркэмп Киров. Пятка. Ага, sorry, Баркэмп Кятка. Это, значит, ваш факел в интернете, чтобы найти ребят, связаться с ними, зарегистрироваться, а может быть, предложить свою какую-то тему. Дневной разворот завершен? Завершен. До свидания. Через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». Сегодня наш гость – вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко и член Общественной палаты Российской Федерации. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин